В одном культовом фильме конца 90-х звучит такой монолог. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем размышлять о нашей миссии в этом мире. И сегодня мы подводим итоги изучения девятого урока. Миссия, обращенная к сильным мира сего. Сильные мира сего. Есть такое выражение. Насколько сильны эти сильные? В чем их сила и в чем их слабость? Где истинная сила? И как они могут ее обрести? Кстати, сегодня контрольная точка. И я хочу вновь попросить отметиться тех, кто участвует в марафоне Библия за год. Если вы участвуете с самого начала года и без пропусков, каждый день читаете по нашему плану Библию, то вы можете написать любой комментарий с цифры 1. Если вы читаете тоже с начала года, но были пропуски у вас, которые вы восполнили и продолжаете читать по плану, то напишите цифру 2 и любой комментарий. Итак, памятный текст. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16, 26. Давайте посмотрим, как Бог достигал некоторых из богатых и влиятельных людей. Извлечем основные принципы и сделаем выводы, как мы можем им послужить. Первая личность, влиятельная и сильная, богатая личность, это Навуходоносор. Это был царь могущественной империи, чрезвычайно богатый и властный. Человек довольно жестокий. Однажды он приказал уничтожить всех мудрецов, только потому, что они не могли разгадать его сон. А еврейских юношей за неподчинение он бросил в огненную печь. Это был язычник до мозга костей. Он не просто поклонялся идолам, он создавал идолов и заставлял им поклоняться. В числе его слуг оказался Даниил. И в книге пророка Даниила содержится 4 эпизода жизни Навуходоносора. Это 4 контакта Бога с Навуходоносором через Данила и его друзей. И по сути это 4 этапа духовного становления царя Навуходоносора. В Данила 1 главе Навуходоносор убеждается в превосходстве божьих слуг над другими мудрецами. Во 2 главе царь признает превосходство бога евреев над другими богами. В 3 главе он противостоит этому богу, но проигрывает и признает свое поражение. В 4 главе он предается гордыне, не хочет смириться, но бог смиряет его через тяжкую болезнь и исцеление. И в итоге Навуходоносор признает бога и славит его за исцеление. Таким образом, бог постепенно открывается царю как дающий мудрость, затем как открывающий тайны, потом как избавляющий от смерти и наконец как тот, кто имеет власть над жизнью самого царя. Важно отметить, почему это стало возможным. Потому что молодые евреи оказались верными слугами Господа и позволили богу проявлять себя в их обстоятельствах. И это стало сильным свидетельством для царя. Но важно понять и другое. Обращение Навуходоносора произошло только после того, как он обрел свой личный опыт с богом. И важно, что рядом с царем в это время был человек, который помог ему понять истинный смысл того, что происходит в его жизни. Что причиной его болезни была гордыня и противление богу. И что бог заинтересован в том, чтобы царь смирился и был спасен. Господь в итоге достиг этого жестокого языческого императора. И Писание сохранило для нас его молитву хвалы. Данила 4 глава 31-34 стихи написано. «И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего». Это слова Навуходоносора. «Которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинные и пути праведные, и который силен смирить ходящих гордо». Выводы из этой истории. Во-первых, Бог любит и богатых, и влиятельных. Бог любит. Божьим слугам нужно относиться с уважением и доброжелательностью к людям, облеченным властью, как к детям Божьим. Данил показывает хороший пример такого здравого отношения к влиятельным людям. Доброжелательность без подобострастия. Искреннюю и бескорыстную заинтересованность в спасении. Что еще можно отметить? Что является сильным свидетельством для власть придержащих? Это принципиальность Божьих слуг. Это их верность Богу, несмотря на давление и угрозы. Сильные мира способны оценить внутреннюю силу Божьих детей. Эти люди, сильные мира, силу так называемые, привыкли ценить силу, и они начинают чувствовать качественно другую силу, силу правды Божьей в Божьих детях. И сначала эта сила удивляет их, и может даже раздражать, но потом, если они не противятся Богу, то эта сила привлекает их, притягивает. Следующая известная библейская личность, библейский герой, которого мы рассматривали на этой неделе, это Нейман. Это был богатый военачальник Сирии. А Сирия тоже враждовала с Израилем, и этот человек, военачальник, был болен проказа, и по совету еврейской девочки отправился к пророку Елисею. Елисей велел ему окунуться семь раз в реку Иордан и обещал исцеление. Нейман возмутился, но потом послушался и был исцелен. Это исцеление коснулось и сердца Неймана. Он осознал силу и власть Бога Израиля. Он ощутил необходимость радикально поменять свою жизнь, отвергнуть идолов и последовать за истинным Богом. Но он не был готов к таким радикальным мерам. Его положение требовало от него иногда участия в языческих обрядах. И, извиняясь, он просил Елисея, чтобы Бог не гневался на него, если ему придется делать поклон рядом с царем в языческом капище. Кроме того, он берет с собой израильскую землю, думая, что в ней особая святость. Все это говорит о его незрелости в вере. Но реакция Елисея подает нам хороший пример. Елисей говорит ему, иди с миром. Какие выводы можем сделать из этой истории? Что нам нужно помнить, что Бог трудится над сердцем человека, и это требует времени. Нельзя быть излишне требовательным к людям. Нужно позволить Духу Святому совершать свою работу. Нужно желать мира тем, кто пока находится на пути познания истины. И еще одно. Нейман хотел щедро отблагодарить пророка, но Елисей отказался. Однако слуга Елисея, Геезий, позарился на богатые дары и обманом взял подарки Неймана себе. За что и поплатился. Проказа, оставившая Неймана, прилепилась, пристала к Геезию. Есть богатые, находящиеся на пути исцеления. И они становятся все щедрее и милосерднее. И есть небогатые, которых постепенно поражает проказы жадности и стремления к богатству. Еще одна личность библейская Никодим. Никодим был ученым человеком. Библия говорит о нем, как об одном из начальников иудейских. И Иисус называет его учителем Израилевым. И этот человек очень хорошо понимал священное писание, знал его и имел духовную жажду в познании Господа. Он соблюдал заповеди Божии, был уважаемым руководителем среди иудеев. И он был влиятельным и состоятельным человеком. Многие считали, что Бог его настолько благословил. Но при этом он имел большую нужду, и Иисус говорит об этом прямо и просто. Тебе нужно родиться от Духа Святого. Никодим появляется трижды в Евангелии от Иоанна. Начиная встреча с Иисусом, потом на Синедрионе он вступается за Христа, за что получает упрек. А после смерти Христа он заботится о его достойном погребении. Он был учеником Христа, но тайным. Хотя можно ли быть тайным учеником? Либо ты ученик, либо ты не ученик. И если ты ученик, то ты должен открыто заявить об этом. Казалось бы. Но здесь мы видим, что развитие духовное Никодима происходило постепенно. И Иисус знал, в какую почву бросает семя, пишет Эллен Вайт в книге «Желание веков». Слова, сказанные в ту ночь на пустынной горе единственному слушателю, не пропали в туне. Никодим не торопился признавать Христа публично. Он наблюдал за его жизнью и размышлял над его учением. На совете Синедриона он не раз разрушал замыслы священников уничтожить Спасителя. И когда, наконец, Иисус был вознесен на крест, Никодим вспомнил то, чему Спаситель учил его на горе Ильонской. Как Моисей вознес змею в пустыне. Так должно вознесену быть Сыну Человеческому. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Свет, открывшийся в тайне беседе, осветил Голгофский крест. И Никодим увидел в Иисусе Искупителя мира. И дальше рассказывается о том, что во времена опасности Никодим, некогда осторожный и сомневающийся, стоял твердо, как скала, и укреплял веру в ученика Христа. Он материально поддерживал дело евангелистов. За это его презирали, преследовали, те, кто прежде с почтением относился к нему. Он обеднел, утратил прежние почести, но не поколебался в вере, зародившейся в нем во время той ночной беседы с Иисусом. Какие выводы можем сделать из этой истории? Иисус завоевал эту душу для Царства Божьего. Но чем? Доброжелательностью, открытостью, искренной прямотой, глубиной рассуждений. Он покорил Никодима. Люди нуждаются в этом, независимо от их статуса и достатка. Следующая личность, о которой говорит Священное Писание, это богатый юноша. И здесь же можем вспомнить также и Закхея. Это два противоположных примера. Юноша просил Иисуса дать совет, чего ему еще не хватает для совершенства. Иисус предложил ему стать учеником, продать имение, раздать и последовать за Христом. Фактически, только апостолам Иисус делал такие предложения. Юноша не принял приглашение Христа, он предпочел богатство. Закхей же, наоборот, сам, без намека со стороны Христа, объявляет о том, что раздаст большую часть своего имения. Возможно, если бы эта история произошла в начале служения Христа, мы знали бы этого начальника мытарей, как апостола Закхея. Иисус не пригласил его следовать за собой, потому что до распятия на Голгофе оставалось чуть больше недели. Какие выводы можем сделать из этих двух историй, из этих двух примеров? Иисус зовет к себе богатых. Богатые в этом мире могут обрести иное богатство, нетленное. Нам важно помнить, что наша миссия обогащать тех, кто думает, что богатый, но на самом деле нищий. Есть много текстов на эту тему. Например, 1 Тимофею, 6 глава, 17 стиха. Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все, обильно, для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. И еще один вывод. Не каждому богатому нужно раздать все богатство. Юноше было нужно, потому что сердце было привязано у него к богатству. Закхею не обязательно, потому что его сердце освободилось от этой привязанности. Иосиф из Аримафеи. О нем сказано мало. Марк пишет, что Иосиф был членом Синедриона и человеком знаменитым. Матфей пишет, что Иосиф учился у Иисуса. Лука пишет, что Иосиф ожидал наступления Царства Божьего. Иоанн пишет, что Иосиф был тайным учеником Христа из-за опасений от иудеев. Все евангелисты упоминают эту личность. И можно представить себе его разочарование, разочарование Иосифа. И горе, когда Христа распяли. Но тем не менее, он позаботился о достойном погребении Иисуса Христа. Он вошел к Пилату, выпросил разрешение получить тело Христа, купил плащаницу. Вместе с Никодимом они сняли тело Христа, обернули тело в плащаницу и пелена с благовониями. Иосиф предоставил свою новую гробницу, чем исполнил пророчество, что Мессия будет погребен у богатого. Его же слуги положили там Иисуса и закрыли гроб. То есть, похороны Христа были проведены, как полагалось. И все это в основном на средства Иосифа. Видно, что этот влиятельный человек проникся проповедью и служением Христа. И он действительно уважал Иисуса и любил его. Какие выводы можем сделать из этого примера, что богатые и влиятельные люди могут долгое время быть тайными учениками Христа? И не нужно форсировать этот процесс. Можно предлагать, делать призывы. Это важно. Но важно и с терпением ожидать плодов работы Духа Святого в сердце. Нельзя отворачиваться от человека. Богатые могут удалиться от нас, как тот юноша от Христа, но нам не следует удаляться от них, отворачиваться, только потому, что они не становятся решительно на сторону Христа. Может быть, они пока еще не готовы. И еще одно. Богатые и влиятельные люди часто готовы участвовать в добрых делах. Помогать финансами, своим влиянием. Если они видят, что вы хотите бескорыстно помогать нуждающимся людям. Это отдельная большая тема. Наше время ограничено. Мы сейчас не можем развернуто говорить на эту тему. Но это тоже очень важно. Помнить о том, что если вы делаете добрые дела, то наверняка где-то недалеко есть люди состоятельные, которые готовы финансово вас поддержать. А теперь давайте мы подытожим эту тему в форме вопросов. Первый вопрос. Чему учит нас история отношений Божьих людей с правителями в древности? Иосиф, Даниил, Исфирь. Чему мы можем научиться из их примера? Второй вопрос. Каких принципов придерживался сам Иисус в достижении своих влиятельных современников? Третье. Что чаще всего мешает верующим эффективно свидетельствовать богатым и влиятельным? Четвертое. Есть ли среди ваших знакомых люди богатые или облеченные властью? Что вы могли бы сделать для них и для их спасения? Пятое. Какие социальные проекты вашей общины могли бы быть привлекательными для богатых меценатов? Думали ли вы о том, чтобы предложить вашим состоятельным знакомым участие в таких проектах? Может быть у вас сейчас нет действующих проектов, но вы хотели бы начать что-то делать. Что могло бы заинтересовать ваших богатых друзей? Шестое. Как сохранить себя от обольщения богатством и от нездорового увлечения карьерой? И седьмой, последний вопрос. В богатстве есть и несомненные преимущества. Конечно, это нужно признать. Это и возможность решать проблемы свои, своих близких. И возможность помогать кому-то. Больше жертвовать на добрые дела. Что бы вы посоветовали человеку, который вот из таких добрых побуждений стремится богатеть и делать карьеру? И вернемся к самому началу наших размышлений. В чем же сила? Есть библейский ответ. Истинная сила в правде Божьей. Смирение перед Богом и внесение креста. В этой силе нуждаются все. Будем помнить, что богатые тоже часто нищи. А сильные мира сего часто слабы. Пусть и они познают Господа и Иисуса, который обнищал, чтобы обогатить нас и явил силу в уязвимости креста. Помолимся. Господь наш и Отец Небесный, мы славим Тебя за эти библейские примеры, за Христа и Его стремление спасти всех, независимо от статуса и положения и состояния. Помоги нам быть доброжелательными, уважительными. К знатным и богатым, так же, как и к простым и бедным. Помоги нам, Господи, видеть нужду человека, даже если она спрятана в золото и в мирской почет. Помоги нам, Господи, самим быть свободными от зависти к богатым, к богатству и от нездорового стремления приобретать и приобретать. Дай увидеть, Господи, кого Ты желаешь достичь через нас. И Тебе да будет хвала во веки, Отец Наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...